Несколько сортов садовых яблок, овощей, подсолнечное масло собственного производства. Всё это сезонные продукты фермеров Иванниковых. В Курганинске у них свои сады. Сами выращивают, обрабатывают и продают. Выставлять продукцию едут исключительно в Сочи. Во-первых, это выгодный рынок сбыта. Во-вторых, покупатели здесь ждут кубанских фермеров. У нас теплицы стоят, сад есть свой. Поэтому то, что вырастили, сразу привезли. У нас, конечно, дешевле. У нас это дешевле, и у нас качественный товар. Всегда свежий. Ароматные яблоки, зелень, мёд, живая рыба или мясо – продукты на любой вкус. Жители посёлка Дагамыс каждый выходной спешат на сельскохозяйственную ярмарку. Многие закупаются сразу на неделю. Говорят, такие продукты в магазине не купишь. Ярмарка только открывается и сразу сюда. Как бы здесь на неделю отоварился. И всю неделю живём чисто ярмарочным товаром. И дешевле, и вкуснее. Главным достоинством ярмарки покупателей называются отношения цены и качества. За этими показателями следят не только жители. На то есть народный контроль. Представители общественности еженедельно мониторят фермерские товары, выявляя факты необоснованного завышения цен. У нас потолок должен быть. И всё. Ниже, пожалуйста, выше не можете ставить. И всё. Ярмарки в Дагамысе ровно год. Тем не менее, расти и развиваться есть куда. Пример для подражания. Сельскохозяйственная ярмарка на Мацесте. Здесь в пятницу по воскресенье реализуют свой товар около 80 фермеров и предпринимателей со всего края. Цены привлекательные. За покупками приезжают сочинцы со всего города. Мало того, что мы стоим, мы стараемся, чтобы они были выгодны и интересны нашим жителям, но и лицо города здесь. Поэтому мы следим, чтобы у них были и санитарные книжки, и внешний вид, и отношения к людей, улыбки. То есть вот это тоже в наших интересах, потому что мы любим свой город. Всегда свежие продукты, натуральные, а главное, действительно доступные цены. Местами разница с магазинами достигает 20%. По поручению главы были созданы наши муниципальные сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, которые работают в субботу и воскресенье. Благодаря тому, что на ярмарки едут в основном товаропроизводители, которые сами выращивают свою продукцию, исключается цепочка посредников. То есть продукция продается без нацены. Всего на территории Сочи функционируют пять ярмарок выходного дня. В Лазаревском, Лау, микрорайоне КСМ, Дагомысе и Мацесте еще одну сельскохозяйственную ярмарку планируют уже в этом году открыть в Красной Поляне. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.